приветище это легенда о зельде и мы продолжаем продолжаем прохождение той зельды которая вышла в 2011 году чтобы узнать с чего же все началось какие-то голоса опять только уже наиву они во сне пойдем посмотрим что там упачкой ты кто такая девочка волшебница кто ты быстро какая в принципе на улице светло из-за звезд так 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 меч надо убрать подожди куда нас ведет о вниз так у меня же есть теперь параплан это круто котеечка приветик ты чё тут делаешь так поздно ох ёк макарёк ты чё офигел хватай его давай его выкинем нафиг иди полетай о сундук смотри я надеюсь что это не тот кошак ну нашего ректора чё у нас в этом сундучке 20 рупий оп 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 быстрее 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 о синяя нормально так опа снова эти слезняки сердечко пополним запас так какие потайные тут места вроде бы не базе не большая но куча всякого интересного тут есть всякие лазички а погоди так этому статуи богини опять что неужели потайная дверь ее как будто никто за столько лет не нашел эту дверь а я сегодня ее раскрыл в полнолуние а чё за звук то был а ладно я уже забежал так ощущение что за мной кто-то следил внутри статуи богини ха гляди чё я нашу это же мастер меч по крайней мере похож избранные моей создательницей я ждала тебя ты станешь частью великого свершения соответствии с принятыми у вас обычаями я должна назвать тебе свое имя мне назначено имя файл я была создана с единственной целью еще задолго до начала письменной истории твоего народа моя задача помочь тебе исполнить твое предназначение подойди линк ты должен взять этот меч ты был избран моей создательницей это твоя судьба чтобы придать тебе уверенности позволь мне поделиться с тобой некоторыми сведениями согласно моим расчетам они с большой вероятностью улучшат твое текущее эмоциональное состояние благородная зельда которую ты ищешь жива это дева духов который ты зовешь зельдой а мы называем озаренные тоже избранная и это же суждено стать частью великого свершения поэтому если хочешь воссоединиться со своей подругой советую взять этот меч прежде чем отправиться на ее поиски эта информация воодушевила тебя готов принять меч конечно готов похоже дальнейшие меры убеждения не понадобится во имя моей создательницы извлеки меч и направь его в небо ну вот собственно и меч так не этот меч а меч который в камне это меч богини она его называет давай осмотрим меч теперь мне нужно его вытянуть хорошо хватаемся за меч и тянем и теперь нужно поднять меч давай 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 слежу ник не хватает каши мало ел вот так вот меч богини божественный свет озаряет этот таинственный меч распознавание завершено теперь я подчиняюсь тебе линк линк у меня были подозрения но до этого момента я не был абсолютно уверен но вот мы здесь во вместилище меча том самом месте где по определению должен был появиться легендарный герой свет от меча богини весть плохая то великое лихое пробудилось от сна векового что принесет гибель всему миру линк ты должен полететь под облака к обширным просторам поверхности только отправившись в это великое путешествие ты сможешь выполнить задачу возложенную на тебя богиней моей создательницы это также твоя единственная возможность воссоединиться с озаренной благородной зельдой это нелегкая задача линк нижний мир покинутое место и чтобы добраться туда тебе нужно преодолеть барьер из облаков между мирами за всю историю нашего народа этого еще никому не удавалось это плитка осветит тебе путь через облака к нижнему миру помести ее в алтарь позади меня плитка с изумрудом линк в первую очередь ты должен нанести по гербу находящимся в этом зале небесный удар направь свой меч вверх чтобы зарядить его чистой энергией необходимой для удара когда будешь готов встань перед гербом и замахнись чтобы нанести мощный небесный удар ну пойдем сделаем это значит вот он герб подношу меч взмываю меч над собой зарядился а теперь ударить и сюда надо эту штуку поставить ну-ка получается это какой-то пазл надо собирать у нас только одна часть и вот раскрылись облака перед нами в определенной точке все готово линк до недавних пор известный тебе мир был отделен от мира внизу барьером из облаков созданные богини благодаря плитки помещенный в алтарь в этом барьере открылся небольшой портал с его помощью ты сможешь попасть в мир под нами поскольку теперь я подчиняюсь тебе я последую за тобой куда бы ты не отправился я нахожусь внутри меча и буду сопровождать тебя в твоем странстве помнишь когда в батве говорили что мы с мечом можем разговаривать получается что я общаюсь не совсем с мечом а с духом меча то есть вот с ней постой линк боюсь что великий конец света упоминающие в старых книгах для меня полнейшая тайна но чтобы это не было похоже и тебе и зельде предстоит сыграть большую роль в судьбе наших земель только представь если это файк говорит правду выходит что зельда жива жива и несомненно пытается понять что уготована ей богини увиденное нами сегодня не поддается объяснению но это лишь начало твоего пути пожалуйста доведи дело до конца и докажи что легенды не ошибались так неожиданно ни за что хорошо на самом деле это неожиданно линк обычный мальчик который не ожидал что он герой он избранный это неожиданно ах мне жаль линк знаю это нелегкое время но ты единственный кому под силу с ним справиться скоро рассвет тяжелая выдалась ночь для нас с тобой не так ли тебя ждет великое странствие линк вот только твоя одежда не кажется подходящей для этой задачи по моему форму которую ты должен был получить за победу в гонке уже готова она довольно ноской и намного лучше подойдет для долгого путешествия стоит переодеться перед отправлением красавчик вот такая форма у наших рыцарей в этом году надо признаться я не был уверен что зеленый будет хорошо смотреться но глядя на тебя как ни странно я не могу представить себе более подходящего цвета как будто тебе всегда было суждено ее носить но просто эльфик огонь форма что надо будь осторожен и не забудь заглянуть в парочку магазинов на рынке чтобы надлежащим образом подготовиться к предстоящему путешествию я вернусь в свой кабинет и попробую выводите старых книг что-нибудь полезное если у тебя будут вопросы мои двери всегда открыты я буду молиться о вас зельды да защитит богиня вас обоих и укажет вам верный путь ну что вот мы теперь и старшеклассник как говорится и рыцарскую форму надели и еще меч богини нашли который в будущем должен стать мечом мастера ну что ж ладно дядь я тогда погнал да мы с тобой уже довольно хорошо так поболтали не буду ничего спрашивать тебя пожелай лишь мне удач линк опа это зеленая форма смотрится очень по приключенческий выглядишь как рыцарь это точно но спасибо ректор сказал ты собираешься отправиться на поиски зельды ты такой храбрый не представляю чтобы я когда-нибудь решился на что-то подобное вот я много труда вложил в эту вещицу возьми ее с собой чё там чё там чё там ну-ка походная сумка в этом удобном предмете снаряжение можно хранить много разных полезных вещей то есть она еще больше а соответственно у меня больше слотов теперь появилось круто это походная сумка она для походов с ней удобно можно положить четыре каких-нибудь предмета которые могут понадобиться в своем путешествии но это очень пригодится да а их можно купить на рынке чего там только нет советую обязательно туда заглянуть можешь взять например щит и зелье они запросто поместятся в сумку и могут пригодиться линк я знаю ты вернешь зельду домой крутяк вот она вот она это дополнительная сумочка она сразу же открывается гляди-ка а там у нас кто ходит это же товарищ грузия или как там груз да точно я только что узнал почему из всех нас старшекурсников стал только ты это же чушь да еще грусть из своей комнаты не выходит из зельда пропала и все это из тебя понял молодец старшеклассник так держать как он со мной разговаривает я его могу от пены теперь поскольку я старшеклассник мадам можете мне дать что-нибудь в путь ты уже в путь собираешься значит значит тут не скоро есть будешь буду на одну порцию меньше делать ты постараешь не там окей и не забывай время от времени наведываться домой в своей постели лучше спиц всяко разно ну спасибо бабульку за дельный совет все я думаю что тут все можно отправляться а у нас тут утречка это хорошо так меч зачем достал зачем меч убери меч никого мы тут не собираемся кромсать так мне нужно только по а на рынок нам надо сходить точно точно на рынок чтобы закупиться сперва надо понять кому зайти в какую лавку вот это лавка или нет давай зайдем посмотрим что у нас здесь вау 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 это рынок ничего себе это трактир по всей видимости да здравствуйте мадам теперь добавим щепотку перца как вкусно ну вот очередной кулинарный шедевр готов понятно тут со мной никто болтать не хочет особо о мужик вот это вот что ты делаешь что это такое у него непонятно давай спросим привет добро пожаловать в тех цех приноси мне найденные материалы я смогу улучшить твое снаряжение и сделать его лучше а ну если вдруг щит сломается тоже могу починить в общем чем могу помочь угу ну починить и улучшать ничего не нужно так что ничего не надо давай покеда ну ты даешь раз ничего не надо зачем приходил да так я просто рассматриваю что тут и че почем о это кто опугару но что это что видят мои глаза ах юноши какие какие злоключения предстали передо мной хочешь верь хочешь нет но мои глаза видят что перед тобой лежит опасный тернистый путь я вижу все что выпадает на твою долю ведь я предсказатель доверься моим пронзительным глазам как насчет зелья в принципе все мне говорят о щите и о зелье стрелы есть так вот щит кстати я вижу здорова покупатель здравствуй дорогой друг в моей лавке самые распрекрасные товары лучше нигде не сыщешь так хорошо щит хочу купить смотри он за мной бегает ха 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 забавно так ну вот щит хочу щит купить ага этот самый настоящий деревянный щит и можно защищаться от выпадов и даже парировать их но будь осторожен друг если по нему много бить он быстро сломается а и воспламеняется он легко но тут ничего не поделать дерево все таки он твой за 50 рублей купишь друг куплю походу других щитов то и нет деревянный щит он мало весит но быстро ломается и легко горит так что будь с ним аккуратнее где мой щиточек вот так вот подожди почему я его не взял вот щит у меня снарядился как им защищаться щит достань а тут ничего достать не получится в магазине даже меч не достает щит давай снаряди так зелья вот тут вот вот эти вот барышни варят зелья пойдем к ним сходим мадам эй ты да 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 ты красавчик с золотой шевелюрой добро пожаловать зелье торг молодой человек если ты ранен наши зелья восстановят тебе сердце погоди да ты же один из этих рыцарей верно или еще учишься я с первого взгляда поняла что тебе мои зелья ведрами понадобятся так что никуда я тебя не отпущу пока хоть одно не возьмешь ой это как же так пустую бутылку с собой не захватил что ли а у меня зелья на разлив как же я тебе без старта продам ах ну да ладно завалялась у меня тут пустая бутылка а дам тебе за красивые глаза ой и не благодари о скляночка бутылочка пустая бутылка в ней можно хранить много чего полезного так ну мне в общем надо вот это зелье это зелье у нас здесь у меня зелье сердец выпьешь и оно тебе аж 8 сердец восполнит может возьмешь в приключениях еще как пригодится и всего 20 рупий куплю пожалуй давай-ка отлично зелье сердец если положить его в сумку можно будет его выпить и восстановить 8 сердец ну что пришло время отправляться отправляться на землю спуститься наконец-то с облаков и надрать зад всем чудищем я думаю что уже пора прыгаем ой не 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 так давай ну что такое то давай с разбегу попробуем опа птичка отлично ну что подожди я в небе и тут есть какие то штуки непонятные что это вот это вот это что такое сияющее мне сюда надо ух ты какой нитро прикольно взлетаем повыше и мы прямо над этой пробойной пикируем вниз врубаем еще и нитро и какая она большая эта пробоина ну что я готов я готов спуститься на землю и столкнуться со злом лицом к лицу проходим прямо сюда уааа птица меня скинула и отправила в путешествие одного вот этот поворот небокрылый как мы знаем за облака не залетает поэтому спустился я без него а он бы у меня тут пригодился Открываем парашют. Фух, вовремя. Ну все, мы приземлились. Пожалуйста, не забывай использовать накидку планер при спуске с большой высоты, иначе высокая вероятность получить травму. В этот раз я позволила себе раскрыть накидку планер за тебя, но в будущем ты должен будешь делать это сам, нажимая эту кнопку. В смысле, я сам нажал эту кнопку, чё ты мне тут по ушам ездишь эльфийским, я не понял. Линк, мы на месте. Спасибо! По моим расчетам, ты находишься в месте под названием бездна заточения. Ничего себе. Бездна заточения. Не базеем, а я вот здесь вот нахожусь. Карточка-то большая. Соблюдай осторожность, Линк. Спасибо тебе, меч. Я постараюсь. Ну чё, пойдём, посмотрим, чё тут, кого тут. Какие-то решёточки. Всё меня ограничить пытается. Ох ты, ох ты. Так, а как щитом-то пользоваться? Так, подожди, 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 Петри. Как щит поставить? Блок, 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 блок. Вот у нас зелье, вот у нас щит. Да. Понятно. О, я же меч могу зарядить вот так вот. Круто я его зарядил. А щит-то как? Расскажите мне, пожалуйста, ставить. А, во, всё, понял. Угу, всё. Я готов. Давай, 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 давай. Опа, оп. Опа. Нифига себе, как я ему башку отрезал. Следующий пациент. Ну чё, чё, чё? Танцы-шманцы? Давай, меч. Вау. Пока я танцевал вокруг него, меч сейчас заряжу. И вот так вот себя. Ничего себе, ничего себе. Заряженным мечом сразу же разубил. Там вон сердечки есть? Так. Попробую поставить щит. Когда они закрыты, их, короче, не пробить. Да, управление тут, конечно, не ахти. Надо всё зажимать-то как-то. Подожди. Как? Почему я не могу нажать просто кнопку зафиксировать цель? Если я её отпускаю, то цель расфиксируется. Эх. Ладно, заряжаем меч. И сейчас я сделаю вертухан. Опа. Блок, 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 блок. Ай, спиной встал. Вообще не к месту. Развернись. Развернись. Давай блок проверим. Есть, сработал. Красава. Да, с управлением тут надо привыкать, конечно, очень сильно. Всё заточено, на самом деле, под джойкоины. У Wii U были такие джойкоины, которыми можно было управлять движениями. И игра эта заточена под движения. Но в ремастере сделали боёвку на стиках, и вот я сейчас пытаюсь привыкнуть к ней. КОНЕЦ КОНЕЦ Всего лишь показалось. А линку уже, наверное, штанцы надо поменять. Вон, вон та ванизма чёрная такая. Надо спуститься и заткнуть эту дырку, чтобы оттуда не воняло. И не смердело. Так, так, так. О, сердечки. Пойдём возьмём сердечки. Они нам очень нужны. Теперь у меня шесть сердец. Как раз. Ну, вниз можно спуститься на параплане своём. Давай мы это сделаем. Надеюсь, мы выживем. Опа-на. А-а-а! Параплан не раскрылся. Давай ещё разок. Вот так вот. Сработало. Ну, сейчас посмотрим, что у нас там за фигня. Опа. Юноша. А-а-а-а. Кто это говорит? Выпестованной судьбой и... Спустившийся с небес. А что такое выпестованной судьбой? Это как? Отхлёстанный, типа? Подними меч богини к небу. Прицелься и обрушь всю его мощь на эту тёмную ауру. Ну, ладно, сейчас. Поднимаем меч. И лупи. Чё-то нифига. А, нет, сработало. Ух ты, гейзеры. Гейзеры заработали. Прикольно. Линк, я зарегистрировал, что твой небесный удар изменил это место. Действительно? А я чё, сам не вижу, что ли? Кроме того, я засекла такую же ауру, как у твоей накидки планера. Предполагаю, что это аура Зельды. Я могу указать направление, в котором следует её искать. Для этого тебе необходимо воспользоваться локацией. Давай попробуем. Так. Зельда. Выбирайся. Вот мы ищем, ищем, ищем. О, подожди, подожди. Кажется, я нашёл. Кажется, я нашёл. Нам вон туда надо, да? Всё ясно. Всё, я нашёл. Хватит, короче, рассматривать это всё. Наверное, при помощи планера я смогу взлететь повыше. Давай попробуем. О, прикольно. Возьмём вот эти вот штуки. А ещё бы сердечек. Ты не видел тут ещё сердечек? Сердечки... Вы бы мне очень пригодились. Вон, вижу, 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 сердечки. Сейчас сбегаем за ними. Вроде как вот тут вот, если я упаду... Планер. Блин, планер. Короче, я понял. На планере можно спускаться в определённую точку. То есть на планере летать нельзя. Вот он спускается, так и спускается. Ну, в принципе, всё. Мы сейчас взлетаем, и я окажусь там, откуда мы спрыгнули. О, и тут сердечки есть. Чё я их там искал? Значит, я могу каким-то макаром сюда пройти. Давай посмотрим, что есть такое. Печать, которая открывается, что ли? Она открылась. Может зайти. Давай, отпирай, Линк, двери эти мощные. Свет указывает на двери опять. Храм заточения. Чё, тут Зельду заточили, что ли? Куча всего всякого интересного. А, сесть могу. Чуть не разрубил табуретку. И чё, я посидел, подумал. Передумал. Давай попробуем разрубить. Не, не рубиться. Здесь у нас гейзер по-любому. Его надо как-то открыть. Этот гейзер. Давай возьмём. И попробуем, может быть, кинуть, я не знаю. А, рупий. Так, хорошо. Можем сохраниться, пока не хочу сохраняться. Есть ещё одна дверь. Куда она ведёт, пока непонятно. Давай посмотрим, что вот... О, сундучок. Сундучок откроем. Ремонтное зелье. Оно полностью восстанавливает щит и восполняет четыре сердца. Прикольно. Там какая-то бабка сидит, что ли? О, реально. Человечек. Старуха. О, путник. Что спустился с облаков? Приветствую тебя, дитя судьбы. Скажи мне, как тебя зовут? Да, Линк я. Линк? А, Линк. Хорошо. Очень хорошо. Я чувствую, что ты уже научился управлять священной силой, что наполняет твой меч, когда ты возведёшь его к небу. Ну да, мне сам меч рассказал чудака. Ты освоил небесный удар. Это доказывает, что ты достоин держать в руках меч богини. Я жду тебя здесь уже много лет. Я исполню своё предназначение и укажу тебе путь. Вступай. Твой путь лежит в фаронские леса. Отыщи озарённую, которую ты зовёшь Зельдой. Как будешь? Выходить, загляни в сундук. Что стоит в этой комнате? Его содержимое может тебе пригодиться. Ну, так я уже бабуль. Я уже... Чё ты там, гипнотизируешь меня, что ли? А, она дверь и так открыла. Оу, е! Ты готов? Выходи через дверь перед тобой и отправляйся в леса. В добрый путь. Ну, ок. Знай, со временем ты получишь ответы на все свои вопросы. А теперь ступай, Лин. И ничего не бойся. Сколько раз ты уже сказал ступай? Я уже мог давно уйти. Заболтал меня этот старушенц... О, там чё-то есть, смотри. Какой-то кристалл. Можно я посмотрю? Понятно, ничего интересного. А мне туда. Я бегу! Бегу-бегу-бегу. Ещё быстрей надо. Давай, Лин. Отпирай эту дверь и пошли. Озарённый? А, Зельда. Зельдочка. Вон сияние, значит, мне туда, наверное. А не через это ли сияние я пролетел? Может быть. Может. Я бегу-бегу-бегу-бегу. Ух ты, смотри. Это же Букоблины. Ёппарас. Какие они тут забавные. У меня есть идейка. Как насчёт кого-нибудь кинуть? А, нет. Это не Букоблины. А, нет. Букоблины против этого горного жителя. Вот гады. Сейчас я кину в кого-нибудь. А ну, пропустите, кыш! Сейчас, сейчас, сейчас. Я помогу. На тебе! Оп-оп-оп-оп-оп. Ребята, по одному. По одному. Готово. Чёрт! Надо было забивашку сделать. Готов? Забавно с ними драться. Особенно по этой механике. Ох, спасибо, что вмешался, дружище. Что это вообще за хулиганы такие? Не ожидал такой встречи. С виду-то лез такой спокойный. А тебя встретить и подавно не ожидал. Это же надо. Второго раза сегодня на человека натыкаюсь. В общем, я перед тобой в долгу за то, что ты разобрался с этими ребятами. Так что давай-ка я тебе расскажу кое-что интересное. Ну, давай, рассказывай. Разреши, представься. Я Горн. Звать меня Горку. В этих лесах я занимаюсь историческими исследованиями. Если верить древним текстам, где-то над нами есть место под названием Остров Богини. Да не просто где-то, а высоко-высоко в небе над облаками. Оказывается, эти древние статуи служили ориентирами для всех, кто держал туда путь. Или наоборот, возвращался с Острова Богини. Если натыкаешь на такую статую, обязательно ее смотри, чтобы знать, какие ориентиры у тебя есть. Горять с ними очень удобно. А вот эта статуя, по всей видимости, особенно, в текстах написано, что только она может активировать все остальные статуи. Понимаю, это все звучит немного странно, но лично я верю, что это правда. Иначе зачем эти статуи на каждом шагу расставлены? В общем, дружище, тут есть над чем голову поломать. Хочешь, еще расскажу? Не-не-не, я не буду тебе говорить, что я с этого острова, который наверху, и половина того, что ты рассказал, это полная брехня. В общем, все. А, не хочешь, ну ладно, я собирался больше сказать. Можешь в другой раз. Так, что там насчет ориентиров? Опа. Уго-го-го-го. Это что сейчас такое произошло? Ты какой-то волшебцом применил? Как только подошел к статуе, она сразу изменилась. С ума сойти, дружище. Так. Позади храма. На небо сохранить. А, ну понятно. Я могу на небо отправиться через эту статую. Это, кстати, классно. Это очень классно, но пока на небо мне не надо. О, пещера. В пещеру, значит, можно залезть. И тут еще жук есть. Давай я его взять попробую. Блин, он ползет, 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 ползет. Ай, не могу достать. Эх, черт. А как насчет вот так вот? О, упал, 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 упал. Ха. Лесной жук-носорог. Коллекционеры часто шлифуют их твердые панцири, чтобы сделать те еще прочнее. Самое сильное насекомое из всех. Круто, у меня в коллекции есть этот жук. А теперь полезем наверх, посмотрим, что там. Что там в этой пещерочке? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ух ты. О, я вернулся на то место снова. Можно это столкнуть как-то. Ага. Столкнул. И чего? Дальше. А, понятно, это бревно мне теперь помогает взбираться сюда. Все ясно. Ну, тогда спрыгиваем и пойдем вон туда. Где-то зель-то здесь должна быть. О, теперь у тебя есть доступ к каменной статуе и ты можешь возвращаться на небоземь в любое время по своему усмотрению. Более того, при использовании определенного аксессора амибо, в нему можно отправиться из любой точки поверхности, а затем вернуться на поверхность в ту же точку. Вызови меня, если захочешь использовать амибо. Нет, не хочу, у меня нет этой амибии. Амибии, амибо. Вот, я вот это хочу. Смотри, какой там фрукт растет. Как удостоверить? А, может быть, сбить? Там вон тоже фрукт. И тут, да тут дофига фруктов на самом деле растет. Но, я не знаю, смогу ли я это сбить. Там вон еще жук есть. Кузнечик. Подожди. Я его смогу? Ну-ка. Черт, не докатилось. Я его просто потолкнул. Блин, но оно так высоко, что я думаю, что не. Не прокатит. Я не смогу собрать этот фруктик. Ну ладно, выкинем тогда камушек, а это пододвинем. Оп. Так, так, так. Вон оно, это сияние. Я уже близко к нему. Давай, сбирайся, ты чё? Отлично, я здесь. Я здесь, и что? Меч мне, короче, тоже ничего толком не показывает. Ладно, чешем дальше. Ещё одна статуя, и меч вылез. Ты находишься в фаронских лесах. Чё, уже пришёл, что ли? Вот это дерево. Фаронские леса. Обилие воды в этом регионе обусловлено буйной и разнообразной растительностью. Естественно, что обилие воды и растительности в регионе привлекает большое количество животных. Велика вероятность того, что Зельда находится где-то поблизости. Рекомендую продолжить использовать локацию для её поиска. Наверное, я так и сделаю. Сейчас врубим локацию и посмотрим, где может быть Зельда. Где-то под землёй. Ага. А, походу, когда падал, закопалась земля. О, смотри, верёвочка. Опа-на. Внизу ничего не было, кстати. Не, вроде... Хотя, что-то там лежит. Давай спустимся. Подожди. Подожди, надо спуститься. Там вот что-то есть. Что-то... Отпустите меня, пожалуйста. Пожалуйста, вниз. Вот это что такое тут лежит? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отпусти. Какая-то взрывная штука. Сердечко в ней было. Короче, это, типа, знаешь, колючка какая-то зацепилась. Их тут дофига. А, вон их, дофига этих колючек. Будем сейчас вот так вот делать тогда. Расчищаем кусты. Руки собираем. Там еще главное кузнеца бы не сбить. О, круто. Я тут деревья рубить могу. Точно, я же забыл про это. Классная штука. Пойдем мы здесь сейчас срубим. Блин, если ты неграмотно рубишь, то с дерева ты ничего не получишь. Что логично. Это что такое у нас тут лежит? Нельзя не взять, не поднять, непонятно что. Так, 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 так. Давай, линк, вам бани круговушечку. Ну что, богоблины, давай-ка с вами подеремся. А вон там что такое? Я могу как-то подкрасться к вам незаметно? Ну что, ребятки, давайте-ки, попляшем. А, это фрукты, они из-за фрукты дерутся, что ли? Погоди, это не фрукты, это живой организм. Так, так, убегаем. Блин, тут убегать-то сложненько, сложненько. Подожди, повернемся. Такие они забавные. Стой, куда-то пошел. На тебе. Я тыкнул, и он тоже сдох. Ну, отлично. Рупи надо собрать. Подожди-ка, подожди-ка. Так, 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 давай посмотрим, кто это такой. Чего ты плачешь? Ты кто вообще? А, он лежит, он упал. Это не короткий, случайно? Матчу. Хм, какая-то подозрительная тишина. И еще один, теперь зеленый. Даже и не знал, что зеленый бывает. Пощади, не бей. И убежал. Смылся. Ладно. Давай с кустами сейчас разберемся. О, синяя, нифига себе. Круто. Кстати, щит у меня уже немножечко поломался. Хотя я им толком и не пользуюсь. Очень неудобно им пользоваться почему-то. Не знаю почему, может потому, что я не привык. Ладно, полезли наверх. Надеюсь, у меня хватит выносливости, забежать в эту горку песчаную. Ага. Пополним запасы фруктом. Куда этот Мичи убежал? А, вот он. Запыхался, бедняжечка. Как же он меня боится просто вообще. Тут еще есть статую. Вон. Но я к ней не хочу подходить. Хотя, может подойти, чтобы она засияла как надо. Ну, вроде бы все, она активирована и до этого была активирована. А, вон, Мичу, вот ты где. Стой, 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 сейчас. Так, гриб можно как-то срубить? Он мне мешает. Побежал. А, языком, нифига себе. Сейчас я тебе тыкнул. Получил? Получил. Так, а с грибами что можно вообще сделать с грибами? Грибы повредить нельзя. Это понятно. Во, вот, вот здесь он. Так. Ну, куда ты делся снова-то, а? Что, в прятки будем играть? Здесь не видно. Вот этот можно срубить? О. Здесь тоже круговушечку. Куда что убежал маленький пухляш. О, во, во. Так, щит. Давай, щит ставь. Да, поставь щит. Есть, отбил. Опа. Есть. А, вон он стоит-то где. Бегу, бегу, бегу. Как тут фрукты рядышком. Подожди, я могу их как-то срубить? Да! С них, оказывается, рупи можно выбить. Когда у меня будет лук? Ты опять меня заметил. Я. Эээ. Так, ты что, даже есть меня не думаешь? И почему-то всех красных ребят разогнал. Меня зовут Матчу. Я Кикви. Ты вроде адекватный, хоть и страшный. Спасибо, что помог. Забавно. Я недавно встретил такого же смешного зверька, как ты. Только это была девочка. Зельда? Зельда? Что это? Кто-то девочка была, не знаю. Знаю только, что у нее явно были неприятности. За ней гнались красные ребята. Очень недобрые. но ей удалось сбежать благодаря старейшине Кикви. Ну все, он сейчас сдохнет от страха. Новая информация о местонахождении Зельды. Данные указывают, что на Зельду напали монстры, но ей чудом удалось сбежать. Однако, я предполагаю, что она по-прежнему в серьезной опасности. Блин, этот Фай, она просто она напрягает уже. В каждой теме затычка. Я отметила позиции Кикви по имени Матчу. Пожалуйста, подтвердите свое текущее положение. Подтверждаю. Я предлагаю продолжить поиски Зельды, используя локацию. Ну и напугал же ты меня. И друзья у тебя надо признать пристрастные. Похоже, ты собираешься найти старейшину и свою подругу. Слушай, раз ты уж к старейшине все равно собираешься, не передашь ему, что со мной все в порядке. И не переживай ты так, старейшина не даст твою подругу вовиду. Ну ок. Так, значит, надо топать до старейшина. А мне походу сюда, да? Скидываем бревно. А я тут был. Был, был, был. Смотри. О, что это такое? Янтарная реликвия. Эти осколки янтарного камня встречаются повсеместно, но почему у них такая необычная форма, никто не знает. Давай в карман уберем. Внизу, короче, я был, вон там травы нет, это я ее порезал. Значит, ладно. Пойдем к дереву. Точно, нам надо к большому дереву дойти. В общем, если тебе нравится зельда, то не забудь поставить лайк под этим видео и подписаться, если ты еще не подписан. А на этом все. Я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видочке. Субтитры